Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Фабрику Икея в Кировской области приобрел новый собственник. Сделка по продаже предприятий, принадлежащих ушедшей с российского рынка шведской компании, завершена. Предприятие «Луза-Лес» из Коми купило две фабрики в Кировской и Ленинградской областях. Сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от работников. Им дали поручение привезти цеха в надлежащий вид, так как ожидается прибытие нового собственника. Что касается бывшей фабрики Икея в Новгородской области, то, как сообщили на собраниях работникам, сделка по продаже компании «Слотекс» еще не завершена. Экономика. Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Кировской области. Мероприятия нового проекта, который запускается в этом году, пройдут по всей стране в два этапа. Первый региональный состоится в середине апреля. В его рамках 14 и 15 числа в Кирове и районах области проведут ярмарки, вакансии, информационные встречи и профориентационные мероприятия. К участию будут приглашены десятки работодателей, представляющих все сферы. В первую очередь промышленную, которая сейчас больше всех испытывает дефицит кадров. Участникам предложат сотни вакансий, рассказали в областной службе занятости. Второй этап федеральный для участников со всей России. Он запланирован на середину июня и пройдет в двух форматах – очно и онлайн. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Открывать компании в других странах – тренд последнего времени. Такой выбор предпринимателей определяет географию деятельности, а также инвест-климат. Но регистрация в другой стране влечет ряд обязанностей перед госорганами России, напоминает руководитель компании «Бухгалтеры» Татьяна Максимчук. У нас в кейсе компании, открытые в США, Арабских Эмиратах, собственники таких компаний называются контролирующими лицами. Каждый год они обязаны подавать уведомления о контролируемой иностранной компании. Сокращенно называется КИК. Если вы не хотите огромных штрафов, требования это лучше не игнорировать. Суммы немалые. И в случае, если вы не представите уведомление о КИК, и если представить не своевременно. Сейчас время подавать отчеты за 2021 год. Физлица должны сделать это до конца апреля, а по юрлицам срок уже истек. Есть случаи, когда уведомления подавать не нужно. Вникать в нюансы и обходить риски лучше с помощью профессионалов. Они знают законы и видят, как их применяют. Компания «Бухгалтер Я» 13 лет помогает бизнесу и повышает свои компетенции. Начните с записи на консультацию. Телефон 213-112. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова